И в этом уроке у нас будет очередной супер-мега-полезный и супер-классный виджет. Виджет анимации объектов, анимации чего-либо. У нас уже был с вами урок, но этот виджет немного отличается от того виджета про анимацию, которую мы с вами проходили в первой части курса. Дело в том, что мы можем на любой объект, будь это какой-то элемент Adobe Muse или картинка, мы можем наложить до трех эффектов анимации, чтобы они шли последовательно. Вот, например, вот этот прямоугольник у меня трясся, потом вот так двигался, потом немного увеличился. Вы это видели. Или анимация, например, вот сейчас нижняя часть отваливается и она больше не показывается. По большому счету анимация проиграла и этот прямоугольник должен оказаться наверху. Так и можно сделать. Но можно сделать так, чтобы он отвалился и не появлялся. И самое здесь классное, то что здесь у нас есть эффекты при наведении. То есть в прошлых уроках мы с вами проходили эти виджеты, они были раздельны. То есть виджеты, которые только проигрывают и виджеты, которые воздействуют только на мышь, они были раздельны. А здесь у нас все в одном. Поэтому я считаю, что этот виджет достоин внимания. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Здесь у нас вся анимация задействуется так. Нам не нужно ничего писать в ссылках. Здесь все также основано на стиле графики. Давайте зайдем в настройки виджета. Вы видите, что их тут, в принципе, не так уж и много. И что мы делаем? Смотрите, элемент класс. Вы вот это значение копируете. И для этого объекта, если вы хотите его заанимировать, вы его выделяете. Идем в стиле графики. То есть здесь уже все то же самое. И давайте быстренько создадим стиль графики. Просто у меня стиль такой уже есть, поэтому я здесь выбираю аниме 3 и окей. Все, стиль графики назначили. И не забываем вот здесь тогда тоже поменять вместо единицы троечку. Все, именно этот виджет воздействовать будет именно на этот объект. Если у вас будет много объектов, вам придется каждый раз дублировать виджет, менять здесь ID и этот ID прописывать к каждому новому объекту. Итак, теперь по настройкам. Значит, смотрите. И вот у нас сейчас анимация сработала. Обновляю страницу. Дальше. Третью анимацию я хочу повесить. То есть здесь я уже ставлю для третьей анимации промежуток, интервал времени 1200. И выбираю анимацию. Видите, все достаточно просто. И пока оставим как есть. Пройдем в браузер. И смотрим. Раз анимация. Два анимация. И три анимации. Все очень круто. Дальше. Очень классный момент. Вот эта опция. Смотрите. У нас по умолчанию стоит вот так, да? Если мы выберем On Hover, значит анимация сработает только при наведении мыши. Посмотрите, какой просто у нас мега виджет. Смотрим. Никакой анимации нет. Навожу мышь. И пошла анимация. Причем все три эффекта. Вот так вот все у нас здорово. Еще раз смотрим. И анимация пошла. КОНЕЦ